Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 3 июля и я уже снимала видео в теплице, когда я собирала урожай. Сейчас я вот собрала свои томаты, намыла их, все вымыла, приготовила к дегустации. Буду пробовать, когда я потом расскажу вам о вкусе, сахаристые ли они, мясистые ли они. Но сейчас я хочу несколько слов сказать совсем на другую тему, именно для новичков. Почему-то принято считать, и мы, многие, не мы, а многие начинающие так думают, что первыми томатами, вот самым первым ранним урожаем, должны быть обязательно скороспелки. А скороспелки, как мы знаем, они все мелкие, они немного с кислинкой, у них нет такой сахаристости, нет сладости. Это не обязательно, дорогие мои, первым ранним урожаем у вас могут быть томаты любые, какие вы захотите. Вот в прошлом году я захотела, чтобы у меня был Демидов и Настенька, у меня они были первыми. В этом году я захотела, чтобы у меня были вот эти крупноплодные, вот госпожа удача, чтобы у меня были вот эти сладкие, присладкие, оранжевые, русские колокола. И новый сорт я посадила тоже для раннего урожая. Все, которые я наметила для раннего урожая, это и стал мой первый урожай. Ну и случайно здесь еще русский богатырь, я о нем говорила, он без спроса попал в первый урожай, но это была пересортица. Русский богатырь вместо русских колоколов попал в теплицу. Все, я про это уже рассказывала. Естественно, для того, чтобы первым урожаем были не маленькие скороспелочки, а вот такие полноценные крупноплодные томаты, то нужно приложить усилия. Что я делала, у меня все снято на видео, я сеяла пораньше, естественно, давала им больший объем грунта, высаживала их в теплицу раньше, чем другие. Вот, пожалуйста, в результате. В начале июня я живу в сибирском регионе, Алтайском крае, погода у нас экстремальная, нынче был и холод, и град, и мороз, и до сих пор у нас то жара, то холод, и дожди. Но и в этом году я получила ранний урожай томатов, и получила в первую очередь томаты именно те, которые я наметила. То есть, это как всегда, вот моя любимая Настенька, вот розовый. Еще раз повторю, русские колокола. Вот этот, который сибирский изобильный. Но пока я его называю сибирский изобильный, я еще точно и знаю, он это или нет, это из магазина семена. Разберемся, но пока он у меня под этим названием. И госпожа удача. Так что, если вы не любите скороспелые, мелкие вот такие томатики, которые с кислиночкой, у которых нет сильно вот этой сахаристости, мясистости, можете на будущий год наметить себе любые несколько, там 3, 4, 5 сортов. Конечно, для их выращивания рассады нужно будет приложить, создать им отдельные комфортные условия. Но суть в том, что, вот что хочу я до вас донести, первыми, самыми ранними томатами, которые вы съедите, могут быть любые сорта. Это могут быть и крупные, и среднеспелые, и познеспелые. Просто вы в обход всех правил посадите их не в тот срок, когда положено их садить, а тогда, когда вам нужно. Как высчитывать, все это было зимой сказано. Я потом итоговое видео, как получить ранний урожай, сниму. Но сейчас я вот хочу вам в подтверждение своих слов показать вот эти томаты, которые далеко не скороспелки, далеко они не мелкоплодки, но они у меня поспели в первую очередь, потому что я так захотела. Все, с вами была Ольга Чернова. Желаю всем того, чтобы в огороде у вас происходило именно то, что вы хотите. Все было по вашему плану, и все задуманное у вас сбывалось. Все, до свидания.